Бам-бар-би-а! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Бам-бам-бам-бам- бам-бам-бам-бам-бам-бам В очередной раз привет всем, кто смотрит бам-бар-би-а-тв. Если вы смотрите нас впрямую, это не может не радовать. Если вдруг смотрите нас на канале YouTube, то считайте, что это вторая серия от туристического оператора Центра «Разговоры об Албании». Буду заполнять и свои пробелы, тем более, что Ирина Албанию знает лучше меня. Тут уж как не крутит. Я провел в ней всего-то три, по-моему, две с небольшим хвостиком недели. Вы гораздо больше. Так что и для меня это, я надеюсь, будет интересно. Албания привлекательна уже второй год как в полный рост. Она и раньше была интересна, но не массовому украинскому туристу, а вот теперь при любом подборе тура Албания возникает почти у каждого путешественника. Что хорошего и какие пробелы сегодня восполнены? Про Крую будем говорить? Будем обязательно. Сначала скажу Халимандерит. Здравствуйте по-албански. И вы верно сказали, что Албания, особенно южная, о которой мы сегодня будем говорить, она открыта давно. Открыта немцами и скандинавами. Они знают толк в дешевом ходу. И итальянцы на выходные любят подешевле приехать. Итальянцы-соседи, безусловно, да. А мы ее стали открывать с севера, говорили о Дурасе, в котором очень много отелей построено. Это Адриатика, я напоминаю, да. И Ионическое море возле Блёры города соединяется. Адриатика с Ионикой. Саранда. Про эту черту не видно. Она за туннелем. Ну, тем не менее, да. И мы будем говорить о Южной Албании, поэтому не случайно Солнечной Юго-Албании назвали этот тур. Говорим не только об этом туре, потому что в свое время, когда мы стали ездить на Югославию бывшую и Албанию, очень много туров мы сделали. И я в конце расскажу еще о более комфортном таком неэкономном туре, который мы уже давно его практикуем, и туристическом, и зоне отдыха. Мы говорили уже об Албании, поэтому я сегодня как бы вскользь упомяну. Наш тур начинается с Украины. Едем мы через Румынию, Болгарию и доезжаем до Саранды. Возвращаемся также по дороге туда и обратно. У нас экскурсия в Софии, в столице Болгарии, и в Бухаресте, столице Румынии. Ну, а теперь ближе к Албании. Вы любите Крую? Люблю. Я уже говорила... Как старую столицу Скандербега, там самые интересные албанцы. Там они все шептары поголовно. Ну, это север, поэтому, да, они шептары. Шкиперия, как вы уже говорите, да, действительно, Шкиперия – это страна орлов, орел на красном полотнище. Вот я опять показываю картинку. В центре, да, двуглавый орел, но это полотнище вот этого человека на коне. Скандербега, я тоже говорила, упомяну. Великий Джорджио Кастриоти боролся против турок, успешно боролся. Осады, его очень любила Европа. Венецианцы с ним дружили, папа с ним дружил. Последний форпост, практически, на пути турок был какой-то маленький Скандербег. Ну, 13 побед против турок, которые его же воспитывали, потому что он был в Янычарах, маленьким ребенком его забрали. Ну, именно поэтому у него так все и получалось. Ну, может быть, ну, наверное, это еще и дух. И вот Скандербег, скажу, почему его так назвали, Джорджио Кастреоти, потому что Александр Македонский в честь Александра Искандер, Бэг Бэй, Александр Бэй, вот оттуда. Так вот, действительно, это в тиране он на коне с этим полотничьим, а рядышком у нас, опять же, бункеры. Это время Ходжи, да. Это Энвера Ходжи, 45-го по 85-й. Я это время называю, ну, не только я, коммунизм, атеизм, плюс бункеризация всей страны, 700 бункеров настроили, защищались. Ну, зато сейчас сувениры можно покупать. Попряжимся именно не забавно смотрится. Да. Круя, Круя, родина Скандербега, 560 метров над уровнем моря, гора. И он, когда стал у руля, стал полководцем, он построил там крепость из Белого Камня. Вот, фактически, эта крепость на горе стала зоной осад. Все осады, четыре осады там у него побеждал турок. Через 10 лет после его смерти Крую турки захватили. Это, будем говорить так, очень интересный город. При Энвере Ходжи, какой бы он ни был, этот замок Белый его отстроили, реставрировали. Нужны были герои. Любому диктатору нужны герои из прошлого. Безусловно, да, и движение. А дочь Энвера Ходжи, ее муж был скульптором, она создала музей, который до сих пор. И очень интересный, кстати, музей. Великолепный. Я не могу себя назвать большим любителем музея. А сама крепость и музей Скандербега, они шикарны. Это достойно посещения. Это вот с правой стороны, это музей Скандербега. Кроме того, рядышком, потому что крепость отстроена, находится еще частный дом 19 века. Мы его называем этнографический музей. Но действительно, жилище зажиточных людей. Это очень интересно, потому что это неизвестные для нас здания, какие-то украшения, ковры. То есть мои туристы с удовольствием смотрят этот музей. И рядышком еще примастилась такая, я уже говорила, что 70% мусульман в общей сложности по Албании, 35% из них бикташисты. Да, а это вообще другое. Это очень интересная культура. Мудрая, добрая, уютная. Я говорила, что когда я приезжаю в Тирану, и не только, я веду экскурсии внутри, люди мне помогают, говорят, вот об этом расскажи. Еще вот это покажи. Ходим и женщины, и мужчины. И они очень дружелюбные. И повторяюсь, я уже говорила, Володя, наверное, единственная страна в мире, не побоюсь этого сказать, которая так... Религия в добро. Ходят друг к другу в гости. Это так. Все церкви... Это неважно. Человек может быть в семье, может быть, три представителя религии. Дружат. Очень добрая страна. Коль мы говорим о Саранде, то я хочу сказать о религии, что из 64 округов вокруг Саранды 35 греческих. А греки православные. Поэтому почти половина православных на Южной Албании, это тоже очень важно. Вот. Так вот, Скандербек, кроме этой крепости, есть еще вот с правой стороны, есть еще древняя улица 15 века, сощебенка 15 века. Не хочу ее назвать башенным рынком, хотя там очень много древностей, потому что там можно увидеть ткацкий станок, как придут это все. Можно купить очень дешево какие-то интересные вещи совершенно. В том числе и бренди Скандербель. Да, да, и это тоже. Это уже один из национальных признаков Албании, без него как возвращаться из Албании? Безусловно. И я не знаю, были ли вы там есть ресторанчик? Да. Вот в этом ресторане мы заказываем пять блюд, кучу, потом первое, второе, потом сладости, все это стоит 5-6 евро, еще и алкоголем угощают. И я перевожу, что мы кушаем, потому что я сама... Все это вкусно, и надо это рассказать, что это такое. Вот действительно в круе вас угостят такими национальными блюдами, которые, может быть, больше нигде я и не пробовала в Албании. Там красивая горская кухня, прям настоящая. А вот эта улица, она и хороша, и плоха вместе. Но мы для себя сделали вывод, что для туристов, которые не особо интересуются историческими достопримечательностями, это главный барьер. Потому что пока идешь к крепости, на этой улице можно так зависнуть, что в крепость уже и не пойдешь. А я всегда говорю, сначала туда, потом в свободное время. Да, безусловно, это везде так, всегда. Потому что я всегда туристам говорю, ребят, давайте сначала вот это, потом я вам дам свободное время, и буду там помогать, и все это будем решать. Я хочу сказать, коль мы говорим о Скандербеге, потому что на Южной Албании мы посещаем Верат, я уже о нем говорила, два кодекса VI и IX века, пурпурный и золотой, уникальные явления, и Ануфрий, который рисовал фреску, и крепость, в которой живут люди, древние. Прописаны более того, там по-прежнему. И вот на горе, с правой стороны картинка вверху, почему белая сказка, Верат, потому что домики, 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 и видно только вот белые эти домики, а наверху, я в прошлый раз не говорила, находится скала такая ответственная, она называется Чикебени, я не знаю, слышали ли вы ее. Когда Скандербег добрался до Берата, а там был Санджак, там были турки, и в крепости был отряд. И нужно отдать должное этому отряду, потому что Скандербег их осадил, и ночью один отважный турецкий воин спустился со скалы, побежал и предупредил султана. И когда он вернулся, чтобы участвовать в борьбе, он сказал, Чикебени, поднимите меня. И вот крепость так называется. И в 1455 году эту крепость Скандербег не смог завоевать. А вот солдату подарили поместье. И об этом рассказывают историки 16 века. Я даже по дороге, когда еду избирать, это поместье показываю. Отлично. Пурпурный кодекс, я напоминаю, это уникальное явление, которое японцы реставрировали, и после Синайского кодекса им нет цены. Будем говорить о Саранде, ближе к Саранде. Я в прошлом году рассказывала, что это 300 солнечных дней в году, что это растительность. Это великолепная совершенно архитектура. На горе крепость, вот мы видим уже Саранду, 15 века венецианцы два века владели, чем они только не владели. Мощная Венецианская республика. И венецианцы построили крепость Лекурси. И скажу, очень многие туристы у меня путают Каранда, когда я им рассказываю. Каранда это 40 по-итальянски. Карантин, вы думали, итальянцы? Да, 40 дней. 40 дней. Когда пришла чума на корабли, то венецианцы 40 дней стояли в море, чтобы проверить этот период ремиссии. Поэтому Каранда. Но Саранда называется не поэтому, а Гуа Саранда говорят греки, Санти Куаранда говорят итальянцы, что в переводе обозначает 40 святых. Потому что в VI веке пришли монахи и на этой территории построили монастырь святых севастийских мучеников. В 316 году 40 римских воинов-христиан пострадали за веру. Их казнили на берегу озера. И вот это название Куантис Лоранда превратилось в Саранду. Да, поэтому здесь был не только элита Ходжа отдыхала. Когда были короли еще до... Кстати, хочу сказать, Берат был столицей, Дурес был столицей 2 года до 20-го. Плюра была столицей. Плюра была столицей. И в 1920-м Тирану сделали. Груя была столицей Скандербега. Все города были столицей. Все города были столицей. Всем повезло. А потом решили, что в самом центре мы сделаем другую столицу. Тирана. Отлично. Просто в центре. Не потому, что вы хороший город. Да, новый. Новый, 920-й год. Совершенно новая столица. Так вот, когда были короли, то там был дворец Зогу. Хочу вам сказать, что это были довольно достойные люди. Они были образованные. И вот последний король, он когда приехал к французскому монарху, и ему предложили сесть, а он стоит. Ему говорят, а почему вы не садитесь? Он, зная, какое отношение пренебрежительное Европы к его стране, его сказал, извините, Ваше Величество, хвост не позволяет. Молодец. Прекрасная шутка. Вот тоже остатки дворца короля Зогу находятся на территории Саранды. Муссолини очень любил, я уже говорила, эту территорию. И когда он приехал с 1939 по 1944 год, Италия захватила Саранду, он назвал его Портоэдда в честь своей дочери Эдды. Ну и дал тоже определенный толчок развитию города. Безусловно. Безусловно. Так же, как и в Италии. Но это другая история. Мы очень много строим. А вот я уже говорила, что в Саранде мы смотрим Бутринт. По дороге в Бутринт есть церковь Святого Георгия православная. Ее отреставрировали албанские православные. Можно сейчас к ней подняться. Это аппро по наших экскурсий. И мы переходим к нашим отелям. Собственно говоря, живем мы в 80 километрах от Саранды. И это очень хорошо, с моей точки зрения. Ксамиль называется городок. Это лучший городок в Албании для релаксового отдыха. 16 километров до греческой границы. Греческие поселения, гора. Когда-то от Саранды до Ксамиля были рощи. Оливковые рощи. А потом албанцы стали это все вырубать и строить загородные вилы. И сейчас еще очень много этих вил, с которыми борется правительство. Потому что нелегальные застройки. Но тем не менее, Ксамиль это великолепный песок. Он насыпной. Но у меня туристы говорят, это галька или песок? Он такой миленький белый песок. Он создает великолепное лазурное море. Чистоту. Эти мелкие островки, мелкий архипелаг. Вот оно. Пляжи, совершенно великолепные пляжи. Ксамиль бич, я считаю, самый красивый пляж в Албании, скажем. Ну, я бы в Адриатике вот так вот на первые места поставил вообще. Да. Ну, Ионика, как бы, с моей точки зрения, понимаете, Адриатика мелкая, я уже говорила. Она мутная. Ионическое море, на взгляд, оно симпатичнее. Оно позже прогревается. Вот тут есть вопрос. А глубже. Да. Потому что глубина получше. 38% соли больше, да. Но тем не менее. Ксамиль. Во-первых, очень легко добираться. Пару минут, как говорят туристы, ну, 8 километров. Постоянный транспорт. Могу сказать по себе. Первые наши знакомства с албанскими таксистами были благодаря тому, что мы жили в Саранде, ездили в Ксамиль каждый день. Во-первых, мы платили, дай бог памяти, 7 долларов, аж 7 долларов за такси вместе с чаевыми таксисту. Слушали экскурсии. Именно там таксист объяснил, что есть определенная разница между Албанеза и Шептар. Правильно. Север и юг. Я говорила... Что не нужно меня называть Шептар, я Албанеза. Это две разные структуры, мафиозные, скажем так. То есть это кланы. Да. Клановые структуры. Но при этом совершенно потрясающее отношение к любым иностранцам. Это правда. Может быть, за исключением греков, хотя наш таксист, один из таксистов, был именно этническим греком и говорил, ну, поначалу мне жилось здесь трудно. Вернее, жилось трудно здесь моему отцу. А мне хорошо. Ну, вы знаете, я говорила уже, повторюсь, что в 15 веке у Севера, у Севера, но потом на всю Албанию распространилась, появился кодекс. Кодекс вот законов. Их 1262. 38 из них законы, как принимать гостя в доме. Заголовок. Гость – это Бог. Этого уже... И по-прежнему же пользуются. То есть это вот настолько неиспорченная страна. С одной стороны, цивилизация видна везде. Что говорить о дорогах? Стахановскими методами строят все. 10 лет назад их не было. В позапрошлом году не было определенных участков, где сейчас автобаны. Знаете, как в банальном анекдоте. Вчера еще ехала, их не было. Это правда. Я стала ездить, когда мы... Бездорожье было, и знаков не было. Ходжи запретил знаки. И вороны, и Мерседесы кругом. Понимаете? Да. И вдруг автобан до Тираны. Автобан уже до Бираток бездорожья было. Автобан до Южной Албани. Они просто молодцы. В прошлом году был один участок дороги, который еще строился. Причем строился бешенными темпами. Мы его видели, выезжая из Саранды в Бутринт, кстати. И там вот до самого Бутринта, по-моему, было километра полтора такой еще дороги. Которую тоже переделывали в автобаны. Я знаю, что в этом году она уже опять готова. Она есть. Да. Все. Вы знаете, они очень добрые. Я просто хочу сказать, что, ну, как любая нация, которая... Вот в 85-м году умер Ходжа, да? И пришел Салиабириши. Опять же, его назвали мерседесный президент. Да. Да, в пик роскоши Мерседесы. Но вместе с ним и с раскрепощенностью, с открытостью в Албанию пришли пирамиды. Пришли пирамиды, и 300 тысяч, ну, так примерно, скажем, человек отдали свои 2 миллиардов пирамиды. А когда в 97-м году Албанский цирк уехал, люди поднялись и попросили... Попросили. Стали требовать у правительства вернуть деньги. Правительство сказало, пирамиды запрещаем, а дальше... А денег нет. А денег нету. Вот, и тогда люди поднялись. И вот именно в Саранде и в Блёре началось восстание. Отсюда, с юга оно началось. И когда, захватив склады оружия в Саранде, люди дошли до Бирата, а там уже 80 километров до Тираны. Вот тогда албанское правительство запросило и у итальянцев, и у международников войска, которые вошли и стали громить. И от этих террора, этого, люди, уже последняя, наверное, категория, стали бежать, добегивать в Косово. Потому что при турках бежали. Вот, да, это отдельная история. Но Косово это исконно сербская территория, православное сердце Сербии. Ну, так исторически получилось, что граница рядом, и вот они туда бежали. Так вот, возвращаемся к Самиль. Вот эти островки, летом до них можно и доплыть, если хорошо плаваете, а ходят катамараны и лодки, и летом бесплатно. Там и ресторанчики, и можно отдохнуть, и бухточки. Море тихое, потому что бухты нет волны, нет ветра. Это очень важно. И вы говорили, что вы доезжали на такси. А я предлагаю доехать до Саранды за 100 лек. Один евро 140 лек. То есть меньше евро мы доезжаем. А, регулярно ходят. Регулярно, да, да. Да, возле наших двух отелей останавливаются эти маршруточки. Они ходят регулярно, и можно спокойно доехать без проблем. Более того, в Самиле, в центре находится большой супермаркет. Есть два банкомата. Это важно. Туристам всегда говорю, подключайте телефоны на греческие линии на порядок. В 10 раз дешевле. Это тоже очень важно. Ну, скажем так, мы говорим, евро 140 лек. Дыня 30. Там какие-то инжир, виноград, гранаты, меньше евро. Нектарин, меньше евро. Кофе 70, пол евро. Пьют, как итальянцы с водой. Ужасная страна, ужасная. В этом смысле тоже вывод из нашей поездки, которую мы сделали по Албании. Кошмарно. Когда ты платишь за обед дешевле, чем платишь здесь, в Киеве, ты транжиришь такое количество денег. Потому что это проще ехать, я не знаю, проще действительно ехать в Норвегию. Нет, не надо. Там все дорого, и ты задумываешься о том, что ты куда тратишь. А так за день все дешево. Вот, пожалуйста, хочешь, пожалуйста. Слушайте, вот такая тарелка морепродукти 5 евро. То есть я всегда говорю, ребят, на семью одна, одна. Салат вот такой 250 лек, 2 евро. Понимаете? То есть кофе пол евро. Бураки тоже у них есть, этот фаскут, как я назвал. Очень вкусные. Вот такой лапоть, да, пол евро. Хочешь с сыром, хочешь с мясом. И с травами, и с чем хотите. Совершенно великолепно. Креветки дорого, 8 евро блюдо. Очень дорого. Вот. За 12 евро на моей памяти была у нас Крабья война. Мы взяли блюда с крабами, по-моему, 5-килокраммовые. Мы с трудом его осилили. Ну, то есть где еще можно поесть крабы? Я вам хочу сказать, что можно еще экономить, потому что во всех наших отелях, я сейчас о них буду говорить, находятся кухни. Это очень важно, потому что это мини-отели. И вот два у нас отеля, вилла Ардиани первая. И я так вкратце скажу, что открывается чудесный вид на море у всех балконы. Холодильники, телевизоры, ну, души, понятно, кондиционеры, терраса с видом на море, ресторан с видом на море, завтраки, детские площадки у двух отелей, что тоже важно, если с детьми едут. И прямо возле отеля останавливаются эти автобусики, чтобы добраться в Саранду, тоже погулять. Честно говоря, в Саранде летом пляжи, ну, это город. И очень трудно найти такой пляж, чтобы не наступали на голову, да? Да, ну, на выезде Саранды ближе к Савиле есть несколько отелей с более или менее свободными пляжами. Ну, это уже не черта города, там тоже до набережной нужно будет добираться. Там поспокойнее будет, там, где Быстрица впадает. Да, 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 где осушали болото в море, там как-то чуть полегче. Ее когда осушали в море, повернули. А, кстати, в прошлом году поменяла русло, и там один из отелей пострадал. Поменяли ей русло, потому что болото, и поэтому ее... Один из отелей здорово пострадал, но пляж отрезан от новым русла. Между Камильем и Корфу 2 километра, да, узкий перешек, лайнеры белоснежные ходят. Это тоже так приятно смотреть. Действительно, прекрасная зона отдыха. Говорю туристам о том, что на побережье тоже много ресторанов, но там дороже. Ну, можно и прогуляться, и... Опять-таки, как дороже? А в Италии, которая совсем рядом, будет еще дороже? Именно поэтому итальянцы приезжают на выходные. Конечно, конечно. И вот я хочу предупреждать все время об этом туристам, что все действительно настолько... Ну, поначалу пугаешься, почему так дешево, где обманывают. А потом, когда начинаешь свыкаться на второй-третий день, что действительно недорого, нужно контролировать траты. Потому что есть большой соблазн выбрасывать на каждом шагу деньги. Андрей, не только траты, честно говорю... Знаете, у меня когда-то был туристка, у которого в Австрии украли кошелек. Он мне говорит, ну, что ж такие? Ну, вы же, казалось, такая шикарная страна. Так, а благополучно. У меня разные люди есть везде, понимаете? Так вот, я хочу сказать, что албанцы, они добрые. Но вот как... Они могут обмануть, чтобы заработать. То есть, как в любой стране, итальянцы тоже. Допустим, надо знать, что дети до 12 лет не платят. Если они видят, что это турист, они могут забрать денежку, да? То есть, вот такие вещи я тоже предупреждаю людей. Торговаться надо. Они это любят. Торговаться обязательно. То есть, вот тоже. Вторая вилла «Дельфин». Тоже она рядом. Практически те же. Телевизор, холодильник, балкон, кухня, кондиционер, детская площадка. Вот тоже такие условия довольно комфортные, как для эконом-класса. И уютные. Поэтому я считаю, что это прекрасная зона отдыха такая. Именно к Самиле. Я уже говорила, едем в Берат на экскурсию. Мы о нем говорили. Вот Джирокаста прямо перед нами. ЮНЕСКО три объекта. Бутринт все посещаем. Берат и Джирокастро. Джирокастро и Берат, да. Ходжа в 61-м объявил музеями. Правда. Ну, Берат, да. А Джирокастро родной город. Ходжи. Поэтому, конечно, объявил и ухаживал за ним. Но она того стоит. Серебряный замок на горе с 13 века. И Али Паша Теполенский. Это тоже отдельная история. Все, кто читали графа Монте-Кристо, ну, должны же помнить Пашу Тепелина. Как он там представлен. Так вот, это реальная крепость, в которой происходили все эти события. Да, и в Янине он сражался. И когда ему шнурок турецкий хан прислал, он сказал, не-не-не, я буду... Действительно, это такая тяжелая личность, но грандиозная. Тоже эта история вот охватывает всю эту территорию с Грецией во главе. Крепость внизу, квартал. Они не такие белые, как Берат, эти дома, они серые. Но я уже говорила, нет входов. Если вас приглашают в дом, то надо забираться через окно, если вам спустят туда лестничку. Но на ослах ездят в старом городе, это тоже рынок. Рынок очень дешевый. Мастера по карму сидят, вот тоже вышивальщики. Да, да. Ну, колоритно жухово. Средневековье. До невозможности колоритно, да. Средневековье. И я хочу еще сказать, хозяйка Италия недалеко. И в Тиране, и в Джирокастре, и в Берате. Можно не обходить магазины, потому что Италия поставляет очень хорошие, качественные товары, которые, я не буду говорить о Европе, дешевле, чем в Украине. Это и кожа, это и вещи. Они меняются на сельхозпродукцию? Да, я вам хочу сказать, что Эдирама трижды мэр Тираны, который получил звание лучшего мэра планеты, потому что, да, он трижды, он перекрасил города, он был художником, он перекрасил Тирану серую. Да, 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 точно. В разноцвет, но это не только его достоинство. Он построил огромные супермаркеты. Чита Италия, город Италия. В этих супермаркетах и кинотеатр самый большой в Албании сейчас, и детские площадки. И, слушайте, и детей оставляют, ими занимаются. И все это вот его заслуга, поэтому можно действительно купить очень хорошие вещи, дешевые, опять же. Ну, и да, и шоппинг есть. Да, в общем, чего тогда только нет. Это фактически такая вот, ну, уникальная страна. По-прежнему уникальна, она по-прежнему не испорчена ни нами, ни другими туристами. В этом смысле, конечно, что-то изменится. Может быть, она станет такой европейской Турцией, потому что стремятся они к такому туризму постепенно. И мне кажется, что рано или поздно зайдут большие сети отельные, и может быть, что-то изменится на самом побережье. Они потихоньку идут, идут, но вот пока еще нет вот того, тех курортов, когда отель на отеле и две-три линии. Нет, нет, нет. Все эти ребята, которые живут сейчас в Италии, Германии, они деньги к их... Везут домой. Везут домой. Это уникальная штука, и меня жутко поразило, я переспрашивал нашего гида, который ездил с нами, Иру, дороги, оказывается, не просто общественного пользования, а они на общественном финансировании. Вот это ужас какой-то. То есть у меня долго это в голове не укладывалось. Это не государственный бюджет. Фактически дуры, все побережье за городом. Да, все эти сети, это отели километровые, это ведь они, все это начали строить они на Адриатике. Да, это замечательно. О стране, можно говорить, даже туда не отправляясь, но лучше все-таки отправиться. Да, 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 безусловно. И вот еще у нас... Есть еще время, да, у нас еще 20 минут. Мы даже смену Пажеского королу не проводили. Так оставим. Да, и вот еще здесь картинка такая, голубой глаз. Были, слышали, наверное, да. Конечно, и были, и ныряли. И были, поныряли в 30, в 13. Выталкивает, действительно. Таки 13. Ну, как-то так, да, наверное. Ну, вот мы говорим о, чтобы понимали нас слушатели, мы говорим о 13-градусной воде. Карстовый источник. Исток быстрицы, да. До дна не достали. Ни в коем случае. Ну, где-то на полутора, ну, может быть, до двух метров кто-то из нашей группы пытался занырнуть. Пихает обратно, ну, как из катапульты. Ну, увы, на два. А 45 аквалангисты не доставали до дна. А 45 метров о чем говорить? Почему глаз называют голубое око? Потому что, действительно, вот этот карст сначала более светлая, а внутри зрачок более темный, овальной формы этот источник. Это не просто источник, это зона отдыха. Там когда-то отдыхала элита, сейчас это парк, открыт для посещения, с велодорожками, с зонами отдыха. Ты смотрел «Аватар», округа очень похожа на вот эти леса, которые в фильме «Аватар» представлены. Тоже вот лианы, висящие вот эти все растения. Было впечатление, что, может быть, там и снимали. Нет, там рисовали, но похоже, очень необычно. При этом вокруг три классных ресторана, мы все три попробуем. Верно, да, и национальная кухня. Да, один национальный, один просто европейский, и один, по-моему, специализировался на албанской, но он, мне кажется, был закрыт. Вот его, там мы не поели. Там была итальянская кухня, потом они его стали переоборудовать, когда я там была, под албанскую кухню. Причем туристы просили, гиды просили, что, ну, итальянскую можем пиццу попробовать. В цамиль есть итальянская пиццерия тоже для желающих. Мы очень хотели попробовать барашка, и нам удалось. Наконец-то вот там. Везем. Оливковое масло. Прекрасное. Прекрасное. Говорили с Кандербэк, коньяки, и Володя мне напомнил бренди. Да. Ман и раки есть на Южной Албании. Есть водка, которую делают из инжира и из самых разных фруктов. В общем, да, у каждого хозяина свои раки. Да. Пробовали. Натурально. Вот. Везем инжировое варенье. Обязательно. Причем это можно покупать и в магазине, и на любом из базарчиков. Разница по вкусу будет, но это и другое вкусно. И хочу сказать, что оливковое масло, я как бы рассказываю туристам, специалитет это Испания, Италия, Греция, не уступает оливковое масло. Я всегда говорю, что один, как можно определить оригинальность оливкового масла? Поставить в нижний отсек холодильника хлопья. Все. Это показатель. Проверяла хлопья. Хорошая масло, действительно. И на порядок дешевле, чем... Ну и на каждом из перевалов вот эти вот букеты трав албанских, которые нужно заваривать, прикладывать, делать компресс. Выглядят они, как веники. Стоят колоритные дядьки и этими вениками торгуют. Пожалуйста. И говорим о том, что это чистая трава, потому что она вдалеко от дорог и от... Ну, вообще, албанское сельское хозяйство очень ценится. Почти все овощи на севере Италии, они албанские. Они очень много трав выпускали на экспорт. Когда у них закрыта территория была с Худжей, очень много этих трав перебралось в Черногорию рядышком. И юг Черногории, город Бар, потому что вот как бы Черногория делится на север, центр, где Тиват и юг. Так вот, Бар это уже албанский город. Там, знаете, такое чувство, что там пробежал черногорец, навешал таблички на черногорском, да, ну или на хорватском. А все говорят на албанском, мечети стоят. То есть это когда-то была албанская территория юг. Да, албанцы очень много любят рассказывать про свою территорию, которую они лишились, а лишились небольшого количества в разное время. Да, лишились большого куска. Потому что были завоевываемы постоянно. Если найти кого-нибудь из албанцев, хорошо знакомого собственной истории, они, по-моему, почти все знакомы, ну вот так вот вдумчиво, то можно часов в пять слушать, начиная от Иллирии и дальше. Ну вот Иллирия, мы говорили, напоминаю, что албанцы истинные аборигены местности, да. Балканского полуострова, где сейчас Югославия, кусок Греции. И это они, они иллирицы. Может быть, их племена тоже когда-то пришли, но доказать это уже невозможно. Поэтому считается, что они там жили. Ну то, что смешались балканцы с 6-7-8 веке, со славянами, это уж точно. И язык иллирийский, он не албанский, а иллирийский. Последний в своей языковой группе, да. В этом смысле, конечно, интересный. Очень много, я говорила, очень много таких слов, допустим, мама, как мама Тереза, няня, да. Во всех языках мама здесь няня. И у меня осталось немножко времени, я хотела бы сказать о том, что так как мы открыли давно, вот это экономный тур, я уже говорила, доезжаем мы, фактически отдыхаем в Албании, не делаем европейских виз, потому что болгарская виза – это фотография, паспорт, анкета, все. Виза. Албанская виза вообще никакая не нужна? Не нужна. У нас без визы. Нет, нет, только въезд. Если делать вот тот тур более комфортный, о котором я сейчас буду говорить, то нужна европейская виза, а раньше это делалось гораздо комфортнее. Туристы нам присылали документы, мы делали визы. Сейчас это личная подача. Пальцы. Сейчас это пальцы, огромное количество документов и очереди. Людям 2-3 дня надо потратить в Киеве для того, чтобы сделать визу. Поэтому объезжаем это все для удобства туристов. Но зато долго едем. Так вот, этот тур, он более комфортный. Мы его сделали давно. И когда мы уже отъездили основную часть столицы, мы решили расширить уже эти города. Поэтому мы едем через Венгрию, посещаем великолепные два города Печи-Сегет. Совершенно великолепные. Всегда комфортно спим, километры небольшие. Потом едем на Боснию-Герцеговину. Я вот показываю этот тур. Он как бы таким кружочечком. Босния-Герцеговина у нас. В Боснии-Герцеговине смотрим столицу Боснии, Сараева. Ну, сказочный город. Очень я его люблю. Да, вот сейчас мы... Сараевский базар с правой стороны. Смотрим. Мостер и Благай. Мостер столицы Герцеговины. Неформальная, ближе к морю. Неретва впадает в море. И на реке Неретве стоит мост. Мостер. Фактически символ города. Вот он. Очень интересная история. Хорваты его во время вот этой последней войны взорвали, его отстроили. Но турки строили в 15 веке. Соединял две религиозные части моста, этот, города Мостера. Смотрим Благай. Исток реки Буны, где самая чистая вода. ТКД Равиши 15 века. И потом доезжаем до 9-километрового коридора. Боснецы говорят 11. Там один нейтральный, тут один. Ну, пусть будет 11. Мы говорим 9. Мы щедрые, пусть будет 11. Да, да. 9-километровый... Кусок побережья, который обрезается. Кусок побережья. Спасибо туркам. В 15 веке турки, чтобы торговать с Венецией, с Дубровником, Рагуза, самостоятельное государство, они прорубили этот коридор, выкупили. И вот сейчас на 9-километровом элитные отели, зона отдыха. У нас отель на первой линии, солнце. Вот вышел утром и плюхнулся в Изумрудное море. Это то, что очень хотелось посмотреть. Этот кусок побережья совсем не знал. Великолепный. Эти 11 километров надо изучить. Дубровник прекрасный совершенно. Вот там мы отдыхаем, да. И потом через Черногорию идем на Дурас. Север. Смотрим Шкодер, Скадарское озеро. Поднимаясь на крепость. Да, да. На крепость. Рассказываем историю. Крую обязательно. Леже проезжаем, где похоронили Скандербега в таком мавзолее, в церкви, но и она не осталась. Опять же Эмбер Ходжа построил. Доезжаем до Дураса, ночуем, смотрим это Адриатическое море и движемся потом на Саранду через Берат. О Саранде мы уже говорили. Отдыхаем в Саранде и едем в Грецию. Едем в Грецию. А в Грецию переправляетесь на Корфу или по Бубережью? Едем очень недалеко, нам не нужна Корфа, мы живем в Парге. В Парге, вот она сверху у нас на картинке, совершенно великолепный городок, курорт, в виде амфитеатра построенный, очень красивый. И едем на Корфу и в Левкаду. Левкада – это рай Аристотеля Анасиса. Все, больше ничего не надо говорить, уже все понятно. Все знают про этого человека, больше чем про того Аристотеля, который, господи, как же они прогуливающиеся, парапатетики? Да. О, что-то помню. Ну, видите, Корфу – второй остров, зеленый, очень красивый, действительно замечательный остров, Святой Спиридон – церковь, там уже, вот видите, сколько там строений самых различных, есть что смотреть чуть ли не на целый день. Вот, все это смотрим, отдыхаем на море, в Парге и через Македонию. Но заезжаем еще в Мецово, это такой греческий город, но с латинскими вкраплениями, я их с трудом понимаю. Смотрим этот необычный город, семейная винодельня, сыр, вино, мед. Вот, и переезжаем на Македонию, переезжаем на Македонию, смотрим Битулу, такая маленькая Турция. Маленький такой анклав, да. Да, да, очень симпатичный. Смотрим Битулу, опять же, я говорю, потому что Скопье мы уже знаем, и Охрид мы уже знаем. Кстати, хочу сказать, что Албании принадлежит кусочек Охридского озера, меньшая его половина с городом Паградец, верно? Ну, она дикая, в отличие от... Ну, не знаю, не такая уж и дикая. В прошлом году она была очень много в нее вложена. Там такая набережная в Паградец. Это да. Они уже даже Охриду не уступают. Охрид, ну, казалось бы, у македонцев свое целое озеро, он такой красивый, романтичный. Паградец уже стал не хуже. Я, знаете, наверное, уступают Охриду, с моей точки зрения, потому что я, как гид говорю, в Охриде история богатая. Согласен, может быть. А вот по внешнему впечатлению, когда ты в историю не углубляешься, очень мощно, как говорят поляки, эмоционально и современно. И это то, что мы говорим, что из ничего... Кстати, поляков там тоже очень много. Из ничего сделали жемчужую и очень быстро, потому что была дикая территория. А вот так вот, здесь у нас и Охридский бисер, то есть перламутр, да, и святой... И правильно выбирать, господи, там серебряные изделия, правильно нужно выбирать, потому что там столько всего неправильного, да. Это целая экскурсия с историей. Да, не будем углубляться. Да, потому что... Вот, но в данном случае мы смотрим Битову, потому что, опять же говорю, мы более укропленные, и едем на Сербию через город Ниш. Я очень люблю этот город, он второй после Биограда. Там крепость вторая после Биограда. Очень красивый город. В городе родился император Константин Великий, который в 313-м принял Милане по миланскому эдикту христианства. Это великий император. Подвижник. Да, он родился, и крепость там действительно. И еще есть в городе Ниш необыкновенное совершенно сооружение. Трехметровая башня черепов. Когда турки захватили сербов, они их подавили и из останков сделали эту башню в назидание. А вот, ну, тоже как... Сербы не распробовали и в Астане продолжались. Да, да, да. Тем не менее, вот. Смотрим Ниш и ночуем в городе Сегеде. Тоже смотрим прекрасный город, пробуем колбасы с салями, паприку. Сколько же это все длится по времени? Это все длится 13 дней. Ого, ну, очень насыщенно. Насыщенно, да. Но при этом отдыхаем. Ну, не знаю, я вот такие люблю. Может быть, кому-то это покажется действительно утомительно по информации. Столько городов, такой колядоскоп. И в Албании, и в Греции. Они все-таки разные, и на море. И вместе с тем смотрим. Ну, я говорю, это уже требует визы. Это уже, как бы, требует документов. Ну, он... Я бы даже сказал, что это требует и психологической, и информационной подготовки. Потому что в такой тур отправляться, ну, чистой доской, я бы никому не рекомендовал. Когда все с нуля, а это что, а это где? А когда хоть что-то почитать, хоть у кого-то спросить, а потом послушать профессионального гида, вот тогда картинка раскрывается перед тобой в глаз. Я согласна. Вы знаете, только вот, ну, вот смотря, что мы читаем. Когда мне турист смотрит в вычитанные картинки из интернета, говорит, так, в 1521 году Рафаэль написал эту картину. Я говорю, ну, он умер в 1520. Так бывает. Не получилось, да, как-то посмертно писать. Вот, но, безусловно, когда туристы читают, хорошая подготовка. Потом я это все дополняю. Но, честно вам скажу, я беру на себя смелость сказать, что я это раскладываю по полочкам. У меня есть время в автобусе все это разложить, фильмы показать, какой-то художественный фильм на эту тему, чтобы пополнить впечатление. Потом на улице в городе я накручиваю информацию, и мы повторяем, и закрепляется. А вы показываете алабанский фильм про Скандербега с грузинским актером? Показываю. Я 56-го года старый. Он такой, знаете, для нас уже детский. Шарман такой. Ну, я люблю старые фильмы в этом смысле. Ну, он просто, понимаете, когда люди смотрят Зисси, Скандербега, они больше понимают то, что ты говоришь уже. Ты потом говоришь вон, видите, напомните. Вот это он на коне. Уже люди, конечно, быстрее запоминают. Обязательно показываю. Это не только фильм о Скандербеге. Это вообще история Албании. Хороший кусок истории. Сильный, да, один из мощных таких кусков. Вот, так что. Ну, правда, все в национальных костюмах, песни поют, социалистические. Но... Там, да, есть свои издержки, конечно. Но, тем не менее. Тем не менее, основные темы прослеживаются. Слушайте, тур очень мощный. Я думаю, что свои почитатели, даже если кто-то о нем еще не знал, как о вашем продукте, то, посмотрев сегодня наш разговор, я думаю, почитателю не должно прибавиться. Что за такими турами люди гоняются. Ну, он интересный. Опять же, я говорила в первом своем выступлении у вас, что мы открыли сначала, я открыла Югославию, очень любила. И когда после войны 91-95 года, потом бомбежек 99-го, я стала ее открывать заново. Грустно, что она, их шесть, они одна, богатая, мощная, очень сильная. Ну, так история сложилась, тем не менее, они поднимаются с колен после своих войн и восстанавливаются. Сказочная территория, и Албания в том числе. Мне понравился... Ну, не путайте, она не седьмая республика, она отдельная страна. Да, она не седьмая республика. Хотел, хотел... Мне в этом смысле понравился ответ одного из албанцев, местных нашему туристу. Я подслушал, честно говоря. Разговорились, турист говорил по-итальянски, албанец, естественно, тоже говорил по-итальянски. Да. Поскольку все семьи... Да, да, мне это очень помогает. И турист просто задал вопрос, а подожди, а у вас так все хорошо, как вы восстановились после войны? Ну, времени много прошло. Как времени? Война-то когда закончилась? Говорит, в 45-м. Да, 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 да. Да, 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 я говорила, что великий югославский, да, политик и президент хотел присоединиться временем в эту седьмую часть, поэтому Энвара Ходжи посадил. Ну, Энвара Ходжи вырос. Придумал как сам. Может и к лучшему. Да, да. Может, ну, наверное. Но если все воспринимать как все, что случается, должно вести к каким-то хорошим последствиям, а не только к негативным, то к лучшему, что мы открыли Албанию, к лучшему, что там был Скандербек, к лучшему, что там остался один из последних замечательных языков, вернее, собственно, в своей языковой группе последний. Прекрасно, что там остались такие люди, они до сих пор не испорчены, несмотря на то, что живут практически в сердце Европы, они не испорчены, ну, какими-то негативными европейскими моментами, да, вот этим вот европейским эгоизмом. Сознание другое. Эгоцентризмом, я бы сказал. Сознание другое. Таким, менталитет албанский – это что-то, в нем так интересно копаться. Другое сознание. Я вот говорила, опять открыла картинку у нас еще пару секунд, я говорила в прошлый раз о Вергенешах, да, ну, где-то найти такое явление, как женщину-мужчину, да. Да, смотрите, вот эта картинка, как женщина, у которой в семье, напомню, умерли все представители мужского рода по причине вражды кланов, и нужно было возглавлять род, давали право девственницам, Вир, Джин, девственнице, становиться во главе рода, но при этом она должна была переродиться не только на осябрюки или курятрубку, или сквернословие, она должна была внутренняя, и они перерождались внутренне до такой степени, что я вглядывалась в одну, которую мне показали, ну, это настоящий брутальный мужчина. Где такое явление вы еще найдете? Только в горах Албании. Да, могла, могла вернуться к женской доле, но вот потом уже путь варяги был заказан. Это очень интересные нюансы, которые тоже стоит изучать, а для этого ехать надо, но вот не здесь. Безусловно. Ехать и смотреть на всех этих людей. Еще один стереотип, о котором уже, наверное, не остается времени поговорить, просто упомянем его. Есть представление из наших рассказов уже, мы, по-моему, стоим у истоков нового стереотипа, что албанцы вот такие, они так любят иностранцев, они такие наивные, и такие доверчивые, и такие вот непуганные. Это не так, они очень гордые, при том, что они очень любят иностранцев, это крайне гордые люди. Байрон назвал албанцев горцами Балкана, как своих шотландцев. Это такие балканские шотландцы, да. Да, это правда, это правда, просто вот эта закрытость до 85-го года делала их наивными, но у них есть своя гордость, у них есть любовь к своей культуре, уважение к себе. Они жуткие националисты. По праву, по праву. Нужно гордиться своей страной, оно того стоит. Поэтому, конечно, безусловно, можно только, нужно ехать, обязательно нужно ехать и все это смотреть. А, поехали. Давайте бронироваться на Албанию, сезон длинный, этим летом нужно посетить еще и эту страну, добавлять ее в свои списки, в свои карты. Надо. Ну вот есть такое хорошее слово? Надо. Да, мы вас ждем. Приезжайте, может, там мы встретимся. Жизнь – это дорога, я говорила, да, это люди, новые впечатления, эмоции, знакомства, расширение сознания. Спасибо, Ирина. Сегодня о нашей любимой стране. Любимая страна, она двоих такая получилась. Албания. Всего доброго. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Продолжение следует...